Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Виктор Леонидов. Изделия под торговой маркой ТФА всегда служили неким эталоном, с которым принято сверяться при покупке бытовой метеотехники. Сегодня мы с Вами попробуем разобраться в том, как выглядит на практике немецкий подход к проектированию и изготовлению таких устройств, в чем секрет их популярности и привлекательности для потребителя. В качестве примера мы рассмотрим метеостанцию ТФА «Фактум». Уже при первом взгляде на станцию видим немецкий подход. Прочная картонная коробка содержит всю основную информацию о характеристиках станции. Станция и внешний датчик температуры и влажности просты и функциональны, ничего лишнего. Смотрится станция дорого. Резкие углы корпуса визуально смягчаются благодаря классическому сочетанию цветов конструкции черный, золотистый и серебристый. На передней панели расположен большой удлиненный 5-дюймовый экран. Под экраном находятся шесть кнопок управления. Экран очень контрастный и хорошо читается практически при любых углах обзора. Подсветка, к сожалению, отсутствует. Для установки на столе станция сзади имеет откидывающуюся прочную стойку. Под ней расположен батарейный отсек. Над ним мы видим крепежное отверстие для размещения на стене. Обратите внимание на то, что внутри батарейного отсека расположены дополнительные шесть миниатюрных кнопок управления режимами работы станции. Датчик, входящий в комплект, работает на частоте 433 МГц, радиус его действия около 30 м. Корпус датчика белый с довольно плавными линиями. С обратной стороны корпуса находится отсек элементов питания. Крышка отсека имеет два миниатюрных крепежных винта. Благодаря этому и удачной конструкцией отсека обеспечивается ему повышенная влагозащищенность. Для расположения на стене датчик имеет соответствующее крепежное отверстие, а для установки на столе небольшой выступ по основанию. Благодаря имеющемуся переключателю каналов датчик может быть подключен к станции еще двумя такими же датчиками. Станция имеет возможность циклического отображения данных с внешних датчиков. Питание станции датчика осуществляется элементами типа AA, которые входят в комплект поставки. Данные, выводимые на дисплей, расположены следующим образом. Сверху отображается пиктограмма прогноза погоды, далее гистограмма давления за прошедшие 24 часа, потом индикатор лунных фаз и величина абсолютного атмосферного давления. Следом температура и влажность, измеряемая выносным датчиком и аналогичные данные измерены уже самой станцией в помещении. Внизу дисплея мы видим индикатор приема DCF сигнала в текущее время и день недели. Станция прогнозирует такие погодные условия, как ясно, переменная облачность, облачно, дождь, снег. Прибор имеет широкие возможности, отображение истории событий. Запоминаются и отображаются следующие значения. Максимальная и минимальная температура и влажность внутри и снаружи помещения. Значение абсолютного атмосферного давления за последние 36 часов. Кроме этого, можно посмотреть величину лунной фазы в диапазоне плюс-минус 39 дней от текущей даты. Надо сказать, что станция имеет широкий диапазон единиц представления данных. Температура может отображаться по шкале Цельсия либо Фаренгейта, а давление в гектапаскалях, милибарах, дюймах и миллиметрах ртутного столба. Итак, мы с Вами познакомились с метеостанцией ТФА «Фактум». Продуманность в мелочах и логике управления. Строгий стильный дизайн. Отличное качество исполнения. Простая, но точная процедура настройки. Богатый выбор единиц отображения данных. Единственным минусом станции является глубоко запрятанный второй блок кнопок управления и мелкие неразборчивые надписи над ним. В остальном же ТФА «Фактум» удачная и функциональная модель, являющаяся образцом немецкого подхода к качеству. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.